Русский мир В Москве состоялся самый масштабный этнический фестиваль этого лета. Время первых «Звездные женщины. Истории полетов девушек-космонавтов». А теперь более подробно об этих и других новостях. Русский мир В Сочинском институте РУДН завершилась работа летней лингвокультурологической школы для студентов Донецкого национального университета под названием «Русский язык. Основа российской идентичности». Студенты познакомились с основными направлениями лингвариторической научной школы, рассмотрели проблемы взаимодействия языка и культуры, обсудили вопросы изучения русской фразеологии в аспекте отражения национальной культуры. Помимо лекций, слушателей ждали мастер-классы, литературные гостиные, дискуссионные клубы, веб-квесты и другие активные и интерактивные формы занятий, сфокусированные на этнокультурном разнообразии России. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем в России знамя! Параллельно с освоением образовательной программы летней школы учащиеся ознакомились с Олимпийским наследием города Сочи, посетили памятные места, в том числе Музей истории города-курорта Сочи, Культурно-этнографический центр «Моя Россия» и Литературно-мемориальный музей Николая Островского. В Тверском государственном университете прошла летняя школа для студентов-филологов Луганского государственного педагогического университета. Помимо обучения ребят ждала и культурная программа – посещение Старицкого-Успенского монастыря, Ржевского мемориала советскому солдату, усадьбы Степановская-Волосова, Тверской областной универсальной научной библиотеки, старинного города Торжка и других исторических и культурных памятников. Библиотека – это второй дом филолога. Неслучайно Максим Горький сказал, что любите книги – источник знания. Характерно, что Тверской областной универсальной научной библиотеке дано имя именно Алексея Максимовича Пешкова, знакомого нам как Максим Горький, и это укрепляет связи с Луганском, потому что у нас тоже есть библиотека именно Максима Горького, и тоже знаменитая как в народе, как Горьковка. Здесь мы тоже увидели, что в городе эту библиотеку называют Горьковка, и это очень приятно было услышать. Еще одна летняя лингвокультурологическая школа под названием «Актуальные вопросы русского языка. От теории к практике» прошла в Сочинском государственном университете для студентов-филологов Горловского института иностранных языков. Образовательная программа сопровождалась интересными культурно-экскурсионными событиями, включающими знакомство с историческим колоритом и достопримечательностями города Сочи и его окрестностей. Студенты поднялись на гору Ахун, одну из самых высоких гор региона, посетили поселок Красная Поляна и культурно-этнографический центр «Моя Россия». По вечерам ребята изучали город самостоятельно, прогуливались по набережной реки Сочи, парку Ривьера и наслаждались теплыми водами Черного моря. Александр Иванович Куприн писал, что язык – это история народа, язык – это путь цивилизации и культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка – это не праздное явление, а насущная необходимость. Мы от всей души благодарим администрацию Горловского института иностранных языков, профессорско-преподавательский состав Сочинского государственного университета, организаторов летней школы и, конечно же, фонд «Русский мир» за предоставленную возможность. Было жарко, но не менее увлекательно и интересно. Летние школы при поддержке фонда «Русский мир» не первый год проходят на базе российских университетов и являются частью программы «Студент русского мира». Они открывают для студентов возможность получить полезные знания, которые пригодятся в будущей профессии и ближе познакомятся с историей и культурой России. И в продолжении темы. Во Всероссийском детском центре «Океан» прошла ярмарка «Гостеприимная Россия». Свою площадку на ней организовали и преподаватели русского языка как иностранного. Фонд «Русский мир» оказал поддержку проведению курса занятий по русскому языку для иностранных участников седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». А теперь к другим новостям. На протяжении нескольких дней в развлекательном парке «Остров мечты» проходил масштабный фестиваль «День Индии», который был посвящен древнейшей культуре этой страны и исторической дружбе с российским народом. На одном из самых популярных этнических мероприятий столицы побывала моя коллега Екатерина Матвеева. Один из самых масштабных фестивалей Москвы состоялся впервые после двухлетнего перерыва и объединил самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна загадочная южноазиатская страна. Также этот праздник был посвящен исторической дружбе народов Индии и России. В программе были представлены беззаботные танцы, росписи хной, индийский базар, изучение хинди, медицинские спортивные практики, просмотры индийского кино и многое другое. Одним из ярких событий стал фестиваль колесницы Радха Яджа, во время которого по главной аллее парка прошла процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами. Их дарили всем гостям фестиваля. Праздник радости, да. Поют самую главную мантру Харе Кришна, которая приносит счастье, радость, очищает всю планету, дает людям положительные эмоции, также угощения раздают, потому что праздник принято так в Индии, да, когда ты счастлив, поделись счастьем с другим. Фестиваль проходит в Москве с 2014 года, и с каждым разом его масштаб возрастает. День Индии стал одним из ярких событий лета, которое полюбилось многим. Гости фестиваля погрузились в атмосферу страны Бхарата. Так сами индусы называют свою родину, с ее ароматными специями и благовониями, вкусами спелого манго и традиционными танцами. Наиболее красивой и зрелищной в этом году стала церемония братосочетания по индийским традициям одной из самых крепких, романтичных и искренних пар российского шоу-бизнеса, рэп-артиста Александра Степанова, известного под псевдонимом Эсте, и его жены-телеведущей Ассоль. Вместе со звездами в церемонии участвовали еще три семейные пары, которые также укрепили свой союз по всем индийским традициям. Мы зашли на сайт «Остров мечты», увидели фестиваль «День Индии», где была предложена свадебная церемония, на которой могут поучаствовать женатые и замужние пары, и после регистрации могут принять в ней участие, предоставляются наряды, индивидуально сшитые под нас. Мы вообще первый раз принимаем, и очень, конечно, это все необычно, интересно, колоритно, нам нравится. В этом году в праздники приняли участие более двух миллионов человек, где каждый смог найти занятие по душе или просто насладиться благовониями и погрузиться в сказочную атмосферу Индии. Екатерина Матвеева, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Тематические экскурсии «Время первых. Звездные женщины» прошли в павильоне «Космос» на ВДНХ. О знаменитых женщинах-космонавтах, которые сумели преодолеть гравитацию, узнаем далее. К первому в мире выходу в открытый космос женщины-космонавта Светланы Савицкой, который состоялся 25 июня 1984 года, в Центре космонавтики и авиации приурочили тематические экскурсии. «Время первых. Звездные женщины». Посетители смогли узнать истории полетов женщин-космонавтов, а также ряд интересных фактов про наших отважных соотечественниц. Например, вот таких. «Валентина Терешкова была, до того, как попала в отряд космонавт, ткачихой. Светлана Савицкая является профессиональной летчицей и мировой рекордсменкой. Елена Кондакова является первой женщиной, которая совершила длительный космический полет. И, наконец, Елена Серова является пока единственной россиянкой, если брать профессиональных космонавтов, которая работала на борту Международной космической станции. Ну, и, наконец, вторая женщина-космонавт в нашей стране, работавшая на МКС, это актриса Юлия Пересильд. Про космонавтов-мужчин говорят достаточно много. Их имена известны. За всю историю женщин-космонавтов в России было не так много. В основном помнят только Валентину Терешкову как первую. Кто-то может вспомнить про Светлану Савицкую, а вот про остальных, про тех, кто совершал великие открытия в космосе, проводил эксперименты, и про тех, кто только собирается в полет, знают единицы. Я вообще восхищаюсь женщинами, потому что на них много держится. И, как показывает, что теория легко проходит, а на практике совершенно по-другому все. Поэтому без женщин никуда. Помимо интересной экскурсии, посетители смогли почувствовать себя космонавтами и посидеть в настоящем космическом кресле. Накануне в Москве прошел фестиваль короткометражного независимого кино «Коникфилм Фестивал». Он проводится уже в одиннадцатый раз и с каждым годом охватывает все больше фильмов и программ. Подробности в следующем сюжете. Фестиваль «Коник» проходит уже 11 лет подряд, и в этом году для основной конкурсной программы было обработано более 300 заявок, из которых отобрали 14 лучших картин. Среди конкурсантов – фильмы с участием Александра Паля, Данилы Козловского, Павла Деревянко, Натальи Медведевой и других. В состав жюри вошли режиссер Петр Гуслов, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, актер Кирилл Гребенщиков, художник-постановщик Сергей Февралев и кинооператор Шандар Беркиши, который в своей речи дал наставление всем участникам фестиваля. На церемонии закрытия кинофестиваля были объявлены победителей в восьми номинациях. Лучшим фильмом были выбраны сразу две кинокартины «Малой» Дамира Мефтахова и фильм «Душа» режиссера Сергея Штерна. Трогательная картина о юношеских чувствах «Малой» была отмечена сразу двумя наградами как лучший фильм и лучшая режиссерская работа. В формате короткого метра автор рассказал об истории 14-летнего подростка Тимура. Главный герой пытается добиться расположения тренера по каратэ, в которую безответно влюблен. История, собственно, о взрослении, невзаимной любви и отношениях с близкими людьми. Это не первый фестиваль, где мы участвуем с этим фильмом. Вот. И... Ну, как-то так просто получилось, что агент отправил. Я, честно говоря, не знаю. То есть я сам лично не отправлял, а агент отправил сюда этот фильм. Но приятно, что смогли показать его здесь. И надеюсь, я услышу какой-то отзыв от членов жюри или просто от зрителей. Фильму «Малой» действительно пришлось поворотся за звание «Лучшее», ведь достойных конкурентов было немало. Да, в этом году было прислано больше 260 заявок. Из них попали в программу кинофестиваля порядка 50. 14 картин попало в конкурс. Также у нас есть неконкурсные программы. Мы их делим на несколько частей. В этом году их шесть. Они тематически собраны и показываются как отдельная программа на каждый день на разных площадках. Помимо основных номинаций были отмечены призами еще две кинокартины, которые привлекли особое внимание. Спецприз жюри достался кинокартине «Имха», а спецприз от режиссера Петра Буслова – фильму «Видик». Это очень приятно, когда профессионал с огромным бэкграундом награждает тебя наградой своего имени. Для зрителей, которые не смогли попасть на показы в столице, организаторы фестиваля подготовили специальную программу при поддержке социальной сети ВКонтакте. Теперь каждый желающий может посмотреть фильмы из любой точки России до 10 сентября в официальной группе кинофестиваля ВКонтакте. Любовь Курьянова специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин